В 2014 году была создана антитеррористическая комиссия в нашем районе, руководит которой глава района Жаблак Чапич Салау. За более чем два с половиной года комиссия проделана определенная работа. Комиссия проводит совместную работу с правоохранительными органами, районным собранием депутатов, руководителями организаций, предприятий, учреждений, местными СМИ, религиозными общественными организациями, деятелями культуры, направленную на профилактику идеологии терроризма и экстремизма. О том, какая работа проводится у нас в районе, рассказал начальник отдела АТК Эльмар Аджиев. Антитеррористическая комиссия Хасавитовского района, созданная в 2014 году, председателем антитеррористской комиссии является глава района Салау Чамла Чапиевич. Такие же комиссии созданы и в сельских поселениях. Там тоже работают председателями главы сельских поселений, являются созданы рабочие группы и во всех сельских поселениях, и в администрации района, которые работают с выделенной категорией лиц, то есть попавших под идеологию терроризма, экстремизма. Есть адаптационная комиссия, которая оказывает помощь в адаптации в мирной жизни. Это лица, освободившиеся от местной ощущения свободы. Наш район большой, этот Хасавитовский район большой в республике, и работы тоже много. Поэтому сделано очень много работы, проведено много правоохранительских мероприятий, противодействия и деловой терроризма. В связи с этим у нас отток молодежи нет, выезда за проделы, участие в этих террористических, за 16 лет нет, террористических актов за 16 лет тоже не было. Правоохранительская работа, правоохранительские беседы ведутся с родителями, с освободившимися из местной ощущения свободы. Работа проводится и в образовательных учреждениях. Создана лекторская группа, которая в районе у нас считается одним из лучших, тоже по правоохранительной идеологии терроризма. И в мечетах тоже встречаемся, и на Сходах, и на Магулитах, и на Мажлицах. Работа проводится. В прошлом году совместно с Духовным управлением района у нас встреч было где-то 87 встреч. Это с населением и школами. С населением, со школами, мечетях. Конечно, если бы этих встреч не было, еще этих бесед, не было бы разговоров с народом, с населением, то есть это не было, конечно, этого не было. Это какие-то результаты, и уменьшается количество этих приверженцев, и уменьшается отток молодежи, и нету за 16-й год, нету приткнувших. Эльмар Аджиев также отметил, что за 2016 год проведено 6 заседаний АТК, на котором рассматривалось 17 вопросов. Рабочей группой совместно с духовенством проведено встречи с молодежью в населенных пунктах нашего района, а также в общеобразовательных учреждениях района. Было роздано около 2000 буклетов, вывещенные баннеры на трассе по направлению Грозный-Махачкала-Кизляр. Работа в этом направлении продолжается.